Привет, друзья! Распространяю еще одно видео про незаконно уголовное преследование Евгения Куракина. Прошу написать много комментариев, распространить это видео в соцсетях, поставить обязательно лайк, делать репост в соцсети свои, а также следить за новостями в телеграм-канале Силы Движения, в моем телеграм-канале, чтобы узнавать о судебных заседаниях и приходить, приходить на суды к Евгению, чтобы поддержать его, потому что в такую ситуацию может попасть каждый, а ведь он защищал именно ваши права. Подробнее я рассказывал о деле Евгения Куракина в предыдущем видео. Субтитры делал DimaTorzok Ребят, на самом деле у меня следственная группа из пяти человек, мне даже не дали слова сказать. На пять человек, им не могло сразу всем пятерым стать плохо. А как вас могли назначить, если есть в деле ордер? Вы же, ну, как бы адвокат? Все уклонились, ушли. Я тринадцатый адвокат, вот четырнадцатый адвокат. Но он по соглашению. Он-то, как бы, по назначению не относится. Еще раз говорю, по соглашению несколько адвокатов были, все по всему есть. Понимаете, какая ситуация? Все ушли. Раз, два, три, друг. А Межаева где? Вот от четырнадцатого адвоката по соглашению. А Межаева где? Она там по назначению была. Она устала, да? Тут тоже смолость, да, по назначению. Да. Межаева вас допустила, да, получается? А почему она не пришла? Она же была в вашем случае. А вы с материалами-то знакомились? Получается, там же ордера есть в деле? Да. По соглашению. Получается, вам нельзя же вступать, если есть адвокат? Ну, потому что есть адвокат по назначению. А я... Купая, по соглашению. А я не по своей воле пришел. То, что захотел, да пришел. А кто вас, кто вас оплономочивает? Копылова? Я говорю, адвокат в палатах, по назначению я здесь. Ну, потом суд не освобождает. Нет адвоката. По соглашению все свяжали. Кого-то надо адвоката. То есть это сказали в адвокатской палате, да? Потом пить захочется. А у вас как вот сюда? Ну, вот как вам сказали? Вот смотрите, мне не сказали, а вам сказали. Просто кто-то же говорит... А вы тоже адвокат, что ли? Ну, вот хочу стать просто. Сегодня, хочу сегодня... Нет, я хочу сегодня позащищать просто. У меня не... Кто может мне дать информацию, что сегодня у человека нет адвоката? Вы же в курсе информации? Вам еще раз говорю. Вот этот молодой человек, это что? 14 адвокат, я 13. Все свяжали. Естественно, извините, 5 лет больше тянется. Он, это самое... Никого не хочет. Куракин, ваш подруг. Да нет, мы вообще его не знаем. Чего не знаем? Ваш знакомый может? Чего не знаю? Куракин, это ваш знакомый? Вы не были никогда адвокатом у него? Первый раз? Да, 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 никогда. Получается, вас, видите, нам в разу руку кидают, но вы понимаете, что можете лишиться под свои годы уважаемого статуса? Чего? Ну, нарушение же идет, понимаете? Чего нарушение? То, что вы в курсе, что есть ордер, внутри ордер есть, правильно? Если вы не адвокат, я с вами на эту тему даже разговаривать не буду. Нет, смотрите, я хочу поучиться у вас, как можно прийти в дело, зная, то есть, назваться адвокатом по назначению, кто может меня уполномочить, и прийти, сесть и якобы защищать. Еще раз объясните, я вам объясню. Можете, да, я бы даже, если бы у меня была шляпа сотрудника полиции, я бы ее одел, потому что несколько раз обычным приходится объяснять, но я послушаю вас еще раз. Вот, тогда еще раз послушайте. Адвоката нет, следователь звонит, в адвокатскую палату, адвокатская палату, адвокатская палата ищет, кого назначить, вот вышли на меня. А как вас зовут? Показался. На чьё-нибудь, не имею, не видит. Ну, просто узнать. Я тоже Евгений, по пончику. Как? Евгений тоже. Меня Антон зовут, а фамилию не скажете? Ну, просто мало ли, обратиться придется. Вас как говорите? Антон. Антон. Ядров фамилия. А, Ядров. Антон знакомый есть такой, но не Ядров, не знаю, как его. Ну, мы сейчас, видите, своими звами, Евгений, а фамилия как? Сибатров. Сибатров? Да. Есть, как его, своих друзей он называл. Куракин называл своих друзей, если по чему. А хотел бы у вас узнать, вот если Куракин скажет, что ему подходит адвокат по соглашению, вы согласитесь с ним? И самоотводки не примете? Ну, если не быстро. Сюда вы? Вот сегодня пришел человек по соглашению. Он на 100% будет участвовать в коне. Его право подозреваемого выбирать адвоката, его право, кого захочет. Вы признаете это право его, да? Ну, конечно. Смотрите, если он вам отвод, отвод прямо в зале суда даст. Вот уже заявлял он, несколько раз заявлял, да. Заявлял. Я еще раз говорю. Именно вам заявлял адвокат? Единственное мне заявлял. Так а... Почему? Как тогда может быть? Суть не удосвоил? Не освобождал. А, вот в чем дело. А скажите, почему отвод там? О, о, КПО выйдет. Здравствуйте. Ну, что будем... О, привет. Привет. Я боюсь. Привет. 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 Смотрите, что там у нас с точками съемки будем делать. Анастасия. Кто у нас следующий, скажите, адвокат под назначением. У нас вот дедушку подставляете, а Межаева уже отказалась от защиты. Вот, видимо, хочет уехать в дальние страны. Вот, друзья, смотрите, симпатичная, казалось бы, девушка, симпатичная. Да, но маленькая ложечка пломбира и Купылова. Вы здесь специально пришли, без корма, без вся девушки пристаете. Это очень дорого. Его час стоит гораздо больше, чем час Межаевой. Иль Межаевой. Застесналась. Станы, забыла обидеть? Застесналась. Место, вот смотрите, человек выбрал место, прям где она должна находиться. Девятого воскресенья они здесь присутствовали вот всей толпой. Плюс наряд, плюс ППС. Ждали. Ну, у меня ни один из защитников не был уведомлен, но вот только эта дедушка. Вот этот дедушка присутствовал, но вся защита, которую он оказал, это вот тот ответ, который вы слышали. То есть, с материалами дела я ознакомиться не буду, там все против вас. И несмотря на то, что я ему запретил говорить, поскольку у меня не согласована позиция с защитником, я ему запретил говорить, он что-то там, что-то все равно сказал. Но, как видите, итог вот такой, как есть. Моих защитников, ордера, которые были предъявлены следователю, не были допущены. В постановлении о моем задержании я указал дважды двух защитников, и Лунькова, и Сотникова, и Плюс Трунин у нас там заявлял ходатайство. И на каждом листе я писал, прошу их допустить, прошу их уведомить, прошу обеспечить. Ну, руководство следственного органа Балашихинска от меня бегало, я понял, что уже согласовано, вопрос согласован. И самое главное, он согласован, потом, когда я увидел материал дела, согласован лично с Воронином. То есть, начальник следственного управления Балашихинска, Дулова, написала заключение о том, что меня нужно подать в розыск, несмотря на то, что я являлся, был в судах и так далее. И задержали их прокуратуры. Да, задержали, разыскали в прокуратуре, и самое интересное, что 27 числа я приходил в дежурную часть МВД, и меня видели, я сдавал ходатайство, я видел, что как-то перешептываются сотрудники, но меня задерживать никто не стал. А, видимо, вот сейчас уже все согласовано, и согласовано, видимо, уже не только с судом первой инстанции, но и с апелляционным судом. Поэтому я всех приглашаю в МОСОБОЛ СУД, там будет решаться, апелляционная жалоба на стражу подана. По крайней мере, ты не назвал судью, фамилию, имя, отчество, которое следует... Заведомо не правосудное решение, а именно умышленное преступление. Назови судью, и в какой день она именно оплачилась в мантию, чтобы совершить... МИХОВОСТНЫЕ Воскресенье... Воскресенье... В воскресенье... Это? До 9-го, 06-го. Судья Сидоренко. Судья Сидоренко имеет отношение какое-то к мэру города? Она с ним, может быть, где-то пересекалась, обучалась, работала, известная... Ну, есть информация, что да, она обучалась в одном заведении, как бы, не просто, не просто, а с главой городом Риутова, Ходоревым Александром Николаевичем. Что, заказняем же? А вот сомнения. Ну, я вам скажу, что госпожа Корниенко здесь не лучше, вы сами убедитесь. По первому заседанию было понятно, когда я заявил свое право в 51-й статье, я получил сразу три предупреждения. Она же время в стол говорит, а можно? Да, она специально говорит в стол, чтобы ее не записывали. А как правило сделать, чтобы судья говорила сделать? Женя, скажи, смотри, насколько я понимаю, пока ты здесь сидел, а пока отсидишь, тебе адвокатов вообще нет, кроме как в зале суда? Ну, вот у меня адвокат. Ты имеешь в виду на стражу? Нет, вообще, пока вы не можете. В СИЗО, в СИЗО. Нет, в СИЗО они просто не успевают туда доехать, меня гоняют туда-сюда спецэтапом. То есть, ну, меня словить не могут, вот Сизюм от Яблока, он приезжал дважды, не заставал меня. Плюс в один из раз ему не пустили, потому что там до 17 работают. Вообще сейчас в СИЗО проблема, там нету сотрудников. Да, так уходил кто-то. А я больше, давайте, 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 давайте приехать. Вот, я письменное заявление ему дал, от его имени, я, Куракин, заявляю, вот, как у Сибатрова, вот, у него есть. Аккуратно, она же. Жень, 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 не нужно, чтобы он дедушка с ногами, потому что писал. Сибатров, вы обязаны, поскольку есть ордер адвокатов по соглашению, дважды надо встать и уйти, потому что вы будете лишены статуса. Так и сделано. Это двойная защита, ну, прямо сейчас, мы уже взяли и уйти. Так и сделано. У него нет чести и достоинства, но чего его можно лишать? Человек без чести. Он, который дал вам заявление, членов, подрешает. Дедушка, я сейчас покажу. Дедушка, я сейчас покажу. На пенсию. У меня просто сказали вообще от защиты. Как это от защиты сказали? Зачем такое? Не оберись. Где вы? Предваритель следствия прекращения дела, мы желаем, обращаем. Одесса делал бы еще до суда, образовательный и прямого рода. Все, вы уходите. Спасибо вам огромное. Спасибо. И Путину с тобой заберем. Смотрите, когда Евгений Федорович услышал, что у меня есть другие адвокаты, другие защитники, и он в воскресенье 9-го и 6-го пытался отсюда уйти. Судья Сидоренко ревкнула на него и сказала, сиди. И ему пришлось вернуться. Поэтому вот хорошо, что он ушел сейчас. Я не знаю, как бы повела себя Корнеевна. А меня его потеряли? Куда? Потерялась. Это вы ее потеряли. Она очень любит популярность. Вы следователя потеряли. А почему до сих пор до прокурора не добрались? Они, собственно, преследуют меня 9 лет уже. Девятый год. Ты знаешь, что на сайте скрыли информацию о том, где будет заседание? Вообще информация скрыта. Прямо написано. Информация скрыта. Открытое судебное заседание закрыли таким образом. Как условия содержания? Ничего не хватает? Ребят, ну, как везде в стране. Я уже в прошлый раз говорил, даже газель, на которой у меня спецэтап делали, три раза останавливалась. Ее с толкача заводили. Нет, газель передача не примут. Лично конвойные, мне говорил, что скоро будут обвиняемым давать билет на маршрутку, чтобы они сами доехали в ОВС и сдали. То есть сотрудников нет, выводить, гулять некому с лекарствами нет. И даже самое главное, нет бумаги А4, представляете? То есть если тебя закрыли, ты находишься в СИЗО или в ОВС, тебе не выдают бумагу на написание апелляционной жалобы. У тебя есть трое суток на обжалование, но тебе ее не выдают, потому что нету. Нету денег для канцелярия. Дайте ему слово, чтобы он попросил прощения у Евгения, и он все преданы. Скажите, люди! Евгений, на вас кто влияет там? Кто на вас давит? О, кто на вас надавил опять? Давайте его даже когда проводим. Он забыл дорогу просто, проводите его. В ВВС муниципального управления была Шихинская, нету медицинского кабинета. То есть когда меня вывозили на этап, у меня болело сердце, кстати, это указано было в документах, все равно приняли, несмотря на то, что было требование показать меня терапевту. А когда я, значит, когда был этап с ВВС в СИЗО, там сидит такая бабушка в ВВС, которая в форме медсестры, в белом халате. Она говорит, что, к сожалению, она не имеет возможности там выдавать таблетки и так далее, потому что у них кабинет не зарегистрирован. Официально лицензии нету, она сама квалификацию не проходит подтверждающую. Просто она получает минимальную заплату, потому что на эту заплату больше никто не идет. Соответственно, таблетки, медикаменты выдавать она не может. Но она может при этом решить, ехать мне на этапы или нет. Когда я пытался написать в журнале о том, что у меня болит сердце, там болит голова и так далее, она просто взяла и зачеркнула. Взяла. Какая бабушка какая-то. Да, она потребовала просто у меня расписаться, что меня ничего не беспокоит. Когда я начал писать, что меня беспокоит, вот это было зачеркнуто, и меня отправили на КАМАЗик на этап. Женя, скажи, ты сообщил о том, что ты фактически резко потерял зрение и продолжаешь его терять? Значит, ты на один глаз не видишь сейчас, что у тебя злые сетчатки и требуется срочная операция. Это я, это, это все в СИЗО я показывал. У меня оригинал, кстати, документа направления в 15-ю клинику. На операцию срочную? Да, есть, но как бы... Как можно знакомиться, когда не видит человек, как можно в состоянии СИЗО знакомиться с делом? Это пытки. Но мне медсестра, медсестра в СИЗО сказала, что здесь в соседней камере лежит дедушка, который умирает. И мы ему помочь не можем. Так что со своей сетчаткой ты можешь как бы спокойно здесь содержаться. А что, на прогулке вообще не вышли? Вот сегодня, я не знаю, благодаря чему, вот прямо перед СИЗО постучались. Но я готовился, и поэтому... А в первый раз я... Нет, в ВВС как бы с этим сложно. Я говорю, нет персонала. Нет персонала, очень мало сотрудников. В медкабинете бабушка защищает дедушка. Мне кажется, что пенсионная реформа, она вот действует прямо сейчас, да? Как раз. Лежит рядом дедушка, мы ему помочь не можем. Мне кажется, что это прям забота. А судить меня будет судья Дегтярев, который тоже вызван... Он тоже, дедушка, вызван с пенсии сюда, потому что нет больше людей, которые по уголовным статьям могут судить. Вот сегодня будет пробоваться судья Корниенко. Ну, посмотрите, как ей удастся, сможет ли она принять правосудное решение. Пока она только сбегает с заседания, увидев количество народа. Жень, как кормит? Что там? Баланда, как обычно. Ну, баланда, как обычно. Сечка, яичка, яичка. Ну, и все такие благородные крупы, которыми, в принципе, кормят варные... Смотри, ты сказал, что... Тебе-то врачик сказал, что нет лицензии у кабинета. А может быть, что... Может быть, ты знаешь, есть ли сертификаты для тюрьмы или ИВС, где обязанность прописана в медкабинет, а раз мне нет кабинета, значит, закрывать тюрьму, получается, дальше? Ты знаешь, если я начну качать за эти вещи в СИЗО, там, в ИВС и так далее, я боюсь, меня и баланды лишат. Ну, давай мы покачаем, мы здесь, давай мы покачаем. Давайте... Да, и смотрите, до сих пор, вот, несмотря на то, что за клетки давно уже Российской Федерации расплачиваются, это уже есть прецедентное такое право, и вот все равно людей садят в клетки. Да, но это давление просто. Давайте, может быть, тоже попросим все коллективно выпустить, чтобы Российской Федерации своего бюджета потом не платила, потому что мне уже платили два иска из при коммуникации с ЕСКЧ. Вот, чтобы следующего иска не было, посмотрим, знает ли судья Корниенко... А кто это должен сейчас просить? Судья Корниенко, ну, вы, вы можете попросить, просим, просим, да. Я заявлю ходатайство, заявлю ходатайство. А вы поддержите? Ну, да, посмотрим, потому что, согласно судейской этике, она обязана знать прецедентное право судья Корниенко. Но проверим, как она, купила она свою мантию, или она все-таки сдала экзамен, сегодня будет ясно. Ты сказал, что если я буду отвечать на права, там будут на меня давить. Как отношение к тебе в ВВС, к конвоюров, или как это назвать? Нормально, люди понимают, что я политический. Все, даже в СИЗО. А, то есть уголовников бьют направо-направо, политических не трогают, иди, женщина молодец, не так. Нет, сразу говорят, этот политический, этот, этого отдельно. Ты в одиночке сидишь, что ли? Нет, нет, нет. Или с политическими? Ну, нет. Спасибо тебе огромное. Жень, давай, майк, отбывай. А сколько еще политических, как ты считаешь, вот там, что находится? Больше там нету. Поэтому им и прощают такой беспредел. Ура! Ура! Какой размерчик не заменить? Что, что? Заменить размерчик? Лучше спасли еще одну дать. Лишнее дали будет. Вещей-то хватает там? Можно я ему и еду дам? Да. У тебя вещей там хватает, переодеваться там, как-то. Ну, пока у меня вот о одном вудировании. Вот эта майка и шорты, вот я говорю, не успели. Мне пока не смогли дать что-то подогнать. Жень, тебе одежду нужно какой-нибудь туда? Нет, я думаю, ребята уже все сделали. Через конвой все передачи. Я понял. Через конвой? Ничего здесь никто не принимает, никакие передачи. А камеры-то где? Ну, вот, ставят. Вот эта камера-то? А он не будет. Какие еще нужны? Ну, может быть, с ним эстетические. Что-то вот помимо клетки обратиться, помимо геткабинета, тогда пока есть вопросы. Жень, скажи спасибо Глебу Кабинет за репорт. А, да, Глебу, Глебу, огромное спасибо. Всем вообще огромное спасибо. Честно говоря, не ожидал, что-то. И я думаю, Риотовский суд, может быть, станет лучше. Это как-то повлияет на правосудность. На ваших графах душно, вообще, очень страшно. Итоговое решение. Кстати, вы новые публикации, в МБХ публикация, вы еще публикации не получаете. Ну, вот где-то было целое. Ну, дай бог, дай бог. Главное, чтобы МОСА был в суде, качнул. Я просто напомню, ребята, что при аресте меня на 15 суток МОСА был в суде, там было 40 человек, но это все равно не помогло раскачать ситуацию. Меня арестовывали как члена территориальной избирательной комиссии при попытке остановить фальсификацию на выборах президента РФ. И, к сожалению, не смогли даже люди добиться, чтобы меня туда доставили, на мою же апелляцию. И все равно мне, хотя я ранее не привлекался к административной ответственности, меня привлекли по максимуму. То есть, к крайнюю меру, хотя были и штрафы, там по 6-1-1, вменяемые, что я там оттолкнул члена комиссии, который на самом деле напал на меня. Вот. Ну, вот это не помогло, поэтому я максимально прошу, чтобы на апелляцию в МОСУ приедем проехать слово побольше народа. И еще неизвестно, да. Евгений, да, вы читаете? Какой строк у вас хотел засудить? По-моему, да. По-моему, да. По-моему, да. По-моему, да, по-моему. Предыдущий человек, который, это Деревский, Деревский Илья Анатольевич, это враг мэра города Ходорева, он выпустил серию роликов «Тайна мэра трех городов», обвиняя его в педофилии, в разграблении города, в фальсификации выборов. Вот все, что сейчас происходит, что вы видите вокруг. Город застроен, здесь нет ничего. Вот вы видите, вокруг вы видите одни вот эти здания, это просто распродажа земли, которая находится рядом с метро. И вот этот человек, записав ролик, сначала его закрыли на два года лишения свободы, что он якобы недоплатил налоги только в один год, хотя там была спорная ситуация на два года. И потом, когда ему должен освобождаться, прокурор в зале судьбного вседания сказал, что на него возбуждено еще уголовное дело. И он уехал на шесть лет лишения свободы, якобы за то, что один доктор дал ему один миллион долларов, а второй доктор, значит, стоматолог, миллион долларов, хирург дал ему за ему полтора миллиона долларов. И несмотря на то, что эти люди не могли подтвердить нахождение этих денег у себя, вот, все равно человека посадили на шесть лет, он уехал. Ну вот, два плюс шесть, восемь, я думаю, как бы... Шея, а ты подал документы на дыхание? Да, когда я успел, видишь, конференция должна быть на днях, в яблоке, да, в яблоке должна быть конференции, после этого продаются документы, поэтому я думаю, что меня закрыли еще и из-за этого, чтобы я не успел. Поэтому вы все там по возможности люди... Это виной в выборе в Мосгордуму? Нет, в Совет депутатов. То же самое, за что меня закрывали в 2014 году. Я скажу, что меня закрывали 28 февраля 2014 года вот Жанне Бас, лично руководитель следственного органа, Жанна Ковалев, говорил, что меня выпустят после выборов. И меня вот именно после выборов 17 сентября меня этапировали, то есть сделали этап из ЭВС Балашикинска на 4 этаж, вот прямо при Жане в кабинет Ковалеву Артуру Георгиевича, руководителя следственного органа. И он при мне общался с Ходоровевым по телефону с мэром города. И бальяжно предложил, ну давай как бы выпустим его уже, предложил 330-ю, либо 201-ю статью взять на себя. И Ходоров выбрал 201-ю. То есть до 4-х лишения лет, лишения свободного злоупотребления, там просто злоупотребления, как должностным листом. И мне сказали, если я сейчас возьму на себя эту статью, я прямо сегодня выйду на свободу до суда. И там уже суд решит, сколько. Ну обычно там половину берут от максимума, там 2 года мне бы грозило. Вот это то, что было. А сейчас этот Ковалев Артур Георгиевич, который тогда предлагал мне вот такую вилку, он сейчас находится сам под стражей, за взятку в 5 миллионов рублей взял в своем кабинете. Задержан сотрудниками ФСБ, вот, прямо при получении взятки настолько оборзел, что уже прямо брал. Не через подставных лиц, а вот так. Задержан не только он. Задержанный находится, встанавливающий господин Жирков, который из Балашихи был отбранен, господин Кутина. И они находились вместе в одной юридической после Балашихи в Кушкинском районе. Поэтому он тоже сейчас сидит, и попроси вас в аду камеру посадить. Судиститель Юрова тоже привлечен к уголовной ответственности. И как ни странно, Женя, когда мы были в Следственном комитете с пикетом в твою защиту, в защиту твоих прав конституционных, из Следственного комитета выходил никто иной, как господин Юров, которого там допрашивали, и, видимо, признаки состава преступления имеются в том числе и в его деяниях, а не только в деяниях его заместителя. Я сказала, неужели наконец ссорились, проснулась, и мы пришли спасать Куракина к нам на пикет? Ну, Юров это помощник главы города Риотова, бывший юридический глава города Риотов, потом теперь юридический Балашка. Все прекрасно понимают, что всем этим владеет до сих пор вот эта банда. К сожалению, пока никто особо не копал под эту ситуацию, все они находятся на свободе, кроме Ковалева. Могут ли тебе люди писать письма? Какой адрес, где начнут? Жень, какая статья злоупотребление там? 201. Посмотри, у Межоева на лицо злоупотребление идёт, надо в чему с них клетка. Как ты думаешь, почему? Юярное злоупотребление? Да тут злоупотребление у всех. Жень, куда письма писать для неравнодушности? ФКУ, СИЗО, если стражу засилят, стражи ещё не засилены, тогда ФКУ, СИЗО 11, Московская область, город Ногинск, Рефсобрание, улица Рефсобрание, 14. Жень, смотри, бывает, что за передачками бешеная толпа, можно сделать очень большую посылки, можно намок быстрее передать. Давай посылки Бандероли. А там... Давайте что-то сказали. Жень, можете на коту подбросить, быстрее отпустил. По поводу посылки Бандероли. Нет, там есть ларьёв, в принципе, он не такой дорогой, то есть не стоит там стоять в очередях, занимать за две недели там... Бумага, есть в ларьке пища бумага? Пища и бумага? У меня, да. Нет, в ларьке она есть, вот так вот человек заезжает, а бумаги нет, ты говоришь. Нет, ну я там не вижу, там, по-моему, тетрадки есть. А4 там такого, А4 не купишь, но... В принципе, хватает. Нужна бумага, да? Нет, мне сейчас всё ровно. Бумага, всё по типу. А карту будет там, на штат? Нет, там на счёт СИЗО направляется на фамилию такую-то. То есть лицевой счёт какой-то. Он, кстати, пришёл тоже, прокуратура Риотова. Иосифов. Аааа. А для прокурора есть мая. Прогрузите Дедушку. Зачем Дедушку приуздали? Готово. С заложников. Суды, Джерак. Дедушку, выставь. Прокурора есть мая. Прогрузите... Прокурора... Спасибо. 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 Давай. Давай. Я вернулся. Не переживайте. В том числе напишу премию вам. Шикланд. Мы еще больше вас придетесь. Это жалоба прямо сейчас к председателю суда. Это просто у ПК сидит, надо ее сразу же сажать. Давайте часть людей отправится к председателю суда и попросит, пусть прокомментирует. Председатель суда прямо здесь находится над нами. Надо было к нам ехать. Это ложь, волк, лжи, жизнь не надо делать. Уже тошнит эта лжи. Сколько народу слышало, что судья ругал вообще. Она нагло дрет. Кому-то прокурор врет. Я видела, как она здоровая, цокая с твоими копытцами, села в машину. Объясните. 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 И она предоставит такую помощь. Видите? Сколько начальства оторвались от работы. Назначили за угловной день заседания. Это что такое вообще? Надо приказы выполнять. Вы ничего не хотите. Не прошу вас. Но если все будут преступников ловить, бандитов не останет. Вы подумайте, что дальше будет. С вашей семьей, с вашими детьми, с вашими родителями. У меня сейчас... Вы представляете, что... Да нельзя на такую работу. Какая это работа? Какая это работа? Какая это работа? Какая это работа? Уважаемые предприятия. Я не просто слушаю, что это нейровая власть. Слушайте, раскачайте. Найдите в интернете, кстати, видеоролик. А начальника муниципального управления МВД. Москаленко. Москаленко его зовут. И у него, у него, у его детей Бентли. У каждого по несколько штук. Трое, по-моему, у него младшники. И каждый имеет дорогостройщий автомобиль. До сих пор эта ситуация... Несмотря на... Я писал жалобу на эту ситуацию. Просил провести проверку в отношении Москаленко. Вот, по данному факту. Они сказали, что ничего незаконного не найдено. По этому поводу проверку уже проводили. Женя, он что? Начальник муниципального управления. Глава! Глава, говорит МВД, уважаем. А начальник следственного управления, это его заместитель. Вот. Москаленко. Поэтому здесь все понятно. Он стоит, что он прицел. Это его сын. Кстати, предыдущий начальник муниципального управления Николан Таевский. Имеет дачу на одном территориальном участке, вместе с главой города Рилатова, Ходориум. И моим конкурентом на выборах Бронсалов. Мосса Болдун. Он председатель Мосса Болдун. Никольско-Архангельская. Город Балашика. Улица Черная дорога 50. Они там захватили незаконно дорогу. Я тоже на них писал тогда требование освободить дорогу для жителей. И прямо вот дом Бронсалова стоит на этой дороге. Общественный. Вот. И до сих пор видите такой беспредел. То есть Ходорев подкрывает калитку и ходит к Халантаевскому в гости. Пока неизвестно, где живет Москаленко. На каком участке. Но известно, что вот у него очень много дорогостоящих автомобилей. А это все. Это его вот прислуга. А про которого, знаешь? Что? Про которого мы работали? У Катаров. Нет. У Катаров это тот же как Юров. Юридический. Юридический аниме. А фактически управляет всем Ходорев. И рулит всем Ходорев. Так что все. И все управляющие компании, все Суни, все под ними. К сожалению. Пока вот так вот. Слушай, ну такая балда везде получается. У нас кругом. Нет. В Риотове, как видишь, веселее. Телевизоров нет, интернета нет. Сейчас вышло расследование несколько. От ФБК и от штабов Навального. Там такие схемы скрываются. Такие миллиарды. Главное ядро, с которым идет самым выдвиженцем. У него там 5-7 миллиардов. Миллиардов так чисто нашли. Могу. Из антиклариума. Мы можем сразу отметить, обиделся. Я не предела. У меня маленькая зона. А эти все судьи, а это мамы. А председатель на столе. Ребята, другому никак. Отметим, полицейский какой-нибудь раздает. сказать ой 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 можете попросить зачем вы куда-нибудь, пожалуйста забрать ли нарушение? да, есть ли нарушение соберут соберут целый толпой ну, Жень, какой почетный вам с коленками говорите все укронятся Базон! 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 Держите! Добивался снижение тарифов по ЖКХ, добивался много чего. Поддержите этого человека, он достоин и лайка, и ретвита, и репосты, и каждой вашей минуты просмотренного видео. Все, друзья, следите за новостями в телеграм-канале, приходите на судебное заседание по делу Евгения Куракина. Ну и также подписывайтесь на канал, поставьте лайк обязательно и нажмите на колокольчик. Будем вам показывать продолжение этой истории. Ну все, всем удачи, всем пока. Парите за свои права.